Ерунда какая-то. Окей, Кристина, как выбрать фильм, чтобы он точно понравился? Можно обратиться к списку лучших фильмов. Если не верите критикам, то есть рейтинг фильмов и по оценкам пользователей. Еще верный способ спросить у своих друзей. Вы с ними на одной волне, и их любимый фильм вам тоже может понравиться. И самый последний вариант – довериться судьбе. Пусть компьютер сам выберет вам фильм. А почему мы вообще так любим смотреть фильмы? Главная причина – это эмпатия. Наша способность сопереживать другим людям. Мозгу все равно, что происходит в реальности... Еще раз. Главная причина – это эмпатия. Наша способность сопереживать другим людям. Мозгу все равно происходит это в реальности или на экране. Просмотр фильмов – это также снижение стресса. Это может сработать эффективно для уставшего после тяжелого дня человека. А любовь к фильмам может дойти до абсурда? В прошлом году один фанат супергеройских фильмов посмотрел картину «Капитан Марвел» 116 раз. Он потратил на просмотр 14 268 минут. Это примерно 10 дней. А все ради того, чтобы попасть в книгу рекордов Геннесса. Когда показали финальную серию «Игры престолов», 10 миллионов американцев решили не ходить на следующий день на работу. Все остались дома. Грустили, сидели на форумах, звонили своим родным и близким. Эх, вот бы окончание любимого сериала было официальной причиной для пропуска. Ну, а вообще фильмы смотреть полезно? Многие фильмы снимаются на основе биографий или реальных событий. Для зрителя это отличная возможность узнать что-то новое и пополнить свой багаж знаний. Также фильмы полезны для изучения иностранных языков. Если восприятие на слух пока дается не очень, для начала можно использовать субтитры. Я вот где-то читала, что после просмотра фильма наступает катарсис. Это «как». Аристотель писал, что трагедия при помощи сострадания и страха производит катарсис – очищение, разрежение от эмоций. Если у вас ужасное настроение, все валится из рук и ощущается бесконечная грусть, посмотрите фильм. Плачьте, смейтесь, сопереживайте героям. Дайте волю эмоциям, погрузитесь в историю, и после вы ощутите, что мир стал намного лучше. Спасибо за совет, Кристина. Найди мне, пожалуйста, биографическую драму с хэппи-эндом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!